Дмитрий Гордон в эфире канала Популярная Политика. Дмитрий, приветствуем вас. Добрый вечер, хочется сказать опять-таки, но вечер совершенно недобрый, увы. Вечер, мягко говоря, недобрый, и тем не менее, спасибо, что подключились. Видели, что только что вы были в эфире дождя, и мне кажется, что это очень правильно, что вы ходите по российским СМИ тоже и говорите с российской аудиторией. Мы со своей стороны считаем нашей важнейшей задачей вот эту информацию объективную со всех сторон собирать и передавать дальше. У нас большая аудитория, сейчас нас в онлайне смотрят уже 20 тысяч человек, и запись еще посмотрят, потому что, конечно, главный наш враг, общий враг, это пропаганда, которая еще до сих пор забивает мозги людей. До сих пор еще не до всех мы смогли в России достучаться. И это главная проблема, которую мы пытаемся решить нашими совместными эфирами. Спасибо, что вы у нас на связи. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие самые главные события, произошедшие, и какую вы можете дать характеристику обстановки, которая сложилась сейчас? Если говорить коротко, фашист Путин напал на мою родину, обрушив на города моей страны невиданную мощь авиаударов, ракет, в том числе крылатых, полчища саранчи, армады танков, бронетранспортеров, солдат, офицеров. Все это Путин обрушил на Украину, которая не хочет так жить, как хочет этого Путин. Я никогда не думал, что мне придется просыпаться в своем доме под звуки взрывов. Я никогда не думал, что нас будут бомбить и уничтожать. И я, признаться, никогда не думал, что мой героический народ и моя героическая армия поднимутся в полный рост, чтобы дать ответ этим негодяям. Я могу сказать вам одно. Как бы ни закончилось то, что сейчас происходит, Украина победила. Украина показала, что мы государство, мы страна, мы народ. И мы никогда не позволим, чтобы кто-либо приходил к нам на нашу территорию отнимать у нас нашу свободу. Я хочу вам сказать, что тысячи русских мальчиков лежат по полям Украины, мертвые, бездыханные, сожженные. Их отправил к нам Путин. Они пришли, многие не знали. У нас огромное количество видеофактов. Дмитрий, звук пропал. Они пришли к нам, не зная, куда они идут. Их спрашивали на допросах, вы знали, куда вы идете? Они говорят, нет. Потому что у нас были учения в Беларуси, и нас высадили, нас послали, а потом мы поняли. Как бы там ни было, тысячи русских матерей не досчитаются своих детей, которых фашист Путин послал к нам. Сотни ребят находятся у нас сейчас в плену. К ним, кстати, гуманное отношение. У нас под ружье народ встал. Люди вступают в терроборону во всех городах. Им раздают оружие. И они с коктейлями Молотова взрывают ваши бронетранспортеры и танки. Люди с голыми руками выходят на танки, чтобы их остановить. На это невозможно смотреть без слез. Этим народом можно только гордиться. Русские рабы никогда этого не поймут. Никогда. И знаете, на этом наше братство, о котором вы говорили, закончилось. Все. Нет прощения фашистской клики путинской. Нет прощения. Никогда. Ни за что. Я повторю, как бы там ни было, Украина уже победила. Я не знаю, что он будет, этот подонок, делать дальше. Будет ли он ядерное оружие на нас, против нас использовать. Будут ли бомбы еще летать. Я не знаю, кто-то останется жив или все погибнем. Я не об этом не говорю. Я говорю о том, что да, за свободу приходится платить дорого. Но нет ничего лучше свободы. Потому что те, кто не хотят свободы, те, кто не хотят жить в свободе, заканчивают как рабы на коленях. А мы хотим стоять, полный рост, гордиться собой и чтобы нами любовались все народы. Про русских рабов только я не соглашусь. Потому что на самом деле в России четвертый день продолжаются крупные антивоенные митинги, несмотря на огромные риски для всех участников. Несмотря на задержание уголовной... Как вас зовут? Леонид, Леонид Волков меня зовут. Леонид, я сейчас вам хочу что-то сказать. Я знаю, что вы скажете. Я вам скажу. Если бы русские многие не были рабами, вся Россия, сука, вышла бы на площади и сказала, Путин нахер! Хватит! Потому что русские будут сейчас терять. И русские олигархи, и простые русские люди. Вас весь мир зажмет, сука, в тиски. Денег не будет, жрачки не будет, ни хера не будет. Полеты отменят, все отменят. Россия придет пиздец, если вы не выйдете на площади. Запомните это. Да и выйдут. Россияне не рабы, они выйдут. И это абсолютно точно не наши бронетранспортеры, а это бронетранспортеры, которые отправлены действительно рабов. И у них сейчас есть выбор. И я думаю, что много пленных во многом и потому, что они не хотят воевать. Много пленных, которые реально не хотят воевать. Я, по крайней мере, точно на это рассчитываю. А то, что люди осознают и отрезвеют, я думаю, что это случится. А с тем, что украинские войска сопротивляются и воюют героически, мы абсолютно согласны. Мы про это говорили в нашем эфире, что уровень морали очень разный. Вы правы. Вот здесь я совершенно согласен. Когда этих солдатиков отправляют на учения, а потом ничего не говоря, перевозят через границу и когда-то теперь идите воюйте, понятно, что они там после первых же выстрелов, в общем-то, понимают, куда они попали. И никакого, кстати, мы не видим никакого энтузиазма со стороны российских солдат в плане участия в этой братоубийственной, бессмысленной и преступной войне. Дмитрий, поверьте, у нас с вами сейчас один враг, Владимир Путин. Вот с вами сейчас у нас втроем эфир, Владимир Путин. И здесь мы должны вместе бороться. И поэтому мы и зовем вас. Я поражаюсь русским матерям. Ваших детей превращают в мясо ни за что, ни про что. Почему вы не выходите на площади? Почему? Где вы? Где ваш голос? Матери русские, отцы русские, где ваш голос? Почему вы не выходите? Хорошо. Какой выход вообще из этой ситуации можно предположить для Путина? Вот давайте рассмотрим, какой выход, ну, вообще вот в данный момент. Он понимает, он загнан в угол, он развязал войну, которая не принесла ему ничего, ему нужно отступать. Что в этой ситуации вообще он думает? Это безумие какое-то или что? Вы можете? Выхода три. Первое. Запад дает ему гарантии. И Путин, Путлер сказал, Путин слагает себя президентские полномочия. Выход второй. Путин пускает в ход ядерное оружие против Украины. Выход третий. Путин отходит. Третий выход маловероятный. Два выхода, первый и второй, я могу допустить. Или Запад предоставляет ему гарантии под сложение полномочий. Или ядерная война. Он сумасшедший. Он просто шизофреник. То, что он сумасшедший шизофреник, мы знаем лучше вас. Мы с ним очень долго живем и очень хорошо понимаем, что там происходит. Переговоры. Вот сейчас они придумали эти переговоры на белорусско-украинские границы. Сначала говорили, к ним не едет украинская делегация. Потом, к нашему удивлению, мы ожидали, что никто не поедет с ними разговаривать на их условиях в Гомель, там куда-то. Потом офис Зеленского подтвердил, что делегация поехала на границу, но поехала в Речицу. Ваши отношения, вам кажется, что это дает какие-то шансы на перемирие и так далее? Или это все какая-то игра для отвода глаз, причем с обеих сторон? Вот смотрите, делегации сейчас проводят встречу. У нас бомбят аэропорт Житомир, бомбят Одессу, бомбят Мариуполь. Сирены водят по всей стране. Ну вот переговоры. Но переговоры вести надо. Я не против переговоров. Не надо капитулировать Украине. Не надо ни на что соглашаться. Мы не можем согласиться на то, чтобы армия сложила оружие. И я вам скажу больше. Даже если президент Зеленский, который сегодня прекрасно себя ведет и нация гордится им, даже если президент, не дай бог, скажет, вот мы зажаты в угол и нам надо сложить оружие, народ не сложит оружие, армия не сложит оружие. Все, Рубикон перейден. Дальше назад пути нет ни для кого. Слушайте, ну вот это мне очевидная вещь. То есть понятно, что Путин думал, что его встретят с цветами, что он поставит в Киеве там марионетку условного там, не знаю, условного Медведчука или Януковича из шкафа достанет. Ну и дальше, значит, будет пытаться превратить Украину в такое же марионеточное государство, как Беларусь. Этот план уже списан. То есть Путин сейчас, там, при всей его шизофрении, понимает, что этого не случится. Даже если каким-то образом он там продвинется в военном плане и в Киеве там какого-то человека назначит, этого человека там убьют на следующий день. Это более или менее очевидно. То есть у Путина все равно должен быть переход к какому-то плану Б, и понимая, что он шизофреник, и понимая, что он сумасшедший, мы должны анализировать, понимать, что у него сейчас в голове, чтобы готовиться этому противостоять. Вот там для этого мы зовем экспертов, разговариваем, пытаемся понять. Леонид, я вам скажу очень важную вещь. Я ее выстрадал. Путин никогда не понимал Украины. И не понимает ее до сих пор. Он упрямо твердит, мы, россияне и украинцы, это один народ. Это чистая херня. Украинцы, россияне, белорусы, это три родственных народа. Но это не один народ, они разные. Поэтому, когда в 2004 году, после Оранжевой революции, он трижды Путин поздравил Януковича с президентством, а Янукович так президентом и не стал, я уже тогда понял, что он не понимает сути. Он не понимает Украины совсем. Поэтому, какая администрация временная, какое что, все, Путин проиграл Украину. Путин сам, как крыса, загнал себя в угол. Вопрос только в том, как он из этого угла выйдет. С потерями для России, для человечества или тихо под гарантией Запада. Вот вопрос. Путин, как крыса, загнал себя в угол. И вы помните прекрасно, как в его первой автобиографии он рассказывал про свой опыт, загнанный в угол крысы из своего ленинградского детства. Как он понял, что крыса в углу может только атаковать и вцепляться в руку, которая к ней тянется. И что он понял тогда, что крысе всегда надо давать путь к отступлению. Очень такая важная автобиографическая история, которая очень много проливает путей к Путину. И вот надо понять, какой сейчас есть путь к отступлению. Куда мы его должны вести, чтобы у него все-таки не было соблазна реально жахнуть ядерной бомбой. Я вам сказал, я вам сказал, сегодня или Байден, или Евросоюз, или дедушка Си должны дать ему гарантии физической безопасности для него. И для всей этой фашистской банды, чтобы они могли куда-то уехать после сложения полномочий. Или перед сложением полномочий уехать, знать, что их никто не тронет. Это компромисс. Но многие ли готовы на этот компромисс в Украине? Потому что, честно говоря, вот мне этот компромисс немного резонирует, хотя мы много раз говорили, что если Путин проводит... Если Россия выводит войска и навсегда заканчивается вопрос противостояния с Украиной, да какие проблемы? Главное, чтобы Путина не было у власти. Потому что я верю в то, что подавляющее большинство россиян не хотят войны с Украиной, вообще не хотят войны. А сейчас же, слушайте, это же век видео. До сейчас сотни тысяч видео расходятся по всей России, по всему миру с убитыми мальчиками русскими. Но в России же, знаете, бабы еще нарожают. Это же со времен Жукова. Что Жукова? Со времен... Не за памятник. Суворов. Бабы еще нарожают. Ну что, люди разве ценятся? Убивали миллионами. Всем похер было. Короче говоря, если нас смотрят представители Коммунистической партии Китая, ну мало ли вдруг, то давайте, так сказать, позовем дедушку Си, как Деда Мороза, блин. Реально, Владимир Путин был хорошим халуем, газ продавал за бесценок, целый газопровод Сила Сибири построил в Китае, чтобы выкачать весь сибирский газ по бросовым ценам. Выслужился же, достаточно лизал китайский сапог, острова отдал Пекину, дедушка Си, за хорошую службу. Забери этого старого ублюдка к себе. Пусть он у тебя там во дворце, тебе, значит, в Китае, в Пекине, в запретном городе там вино разливает. Как вот у Путина, знаете, Герхард Шрёдер, такая комнатная собачка. Или как Янукович Максай вырастает. Как Путин гостям своим в Константиновском дворце в стремне показывает, как ему... Я хочу сказать, ребята, я вам хочу сказать одно. Так больно, как не было еще никогда. То, что у нас сейчас происходит по вине Путина, это страшное преступление, страшное. Знаете, мне сегодня позвонил человек, руководитель одной из наших спецслужб, и он разрыдался, он разрыдался в трубку. И я плакать начал вместе с ним. Он сказал, какие у нас люди, они голыми руками выходят на танки и останавливают их. Понимаете, вот эта гордость за наш народ, за наших людей, за нашу прекрасную армию, да, это прекрасное чувство. Но я не хотел бы, чтобы эти чувства были. Я не хотел бы, чтобы бомбили наши города и убивали наших людей ни за что, ни про что. Негодяи, просто конченые мрази, гореть им в аду. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, вот в России сейчас многие сопереживают, но и я признаюсь тоже. Я первые дни просыпался со слезами, но это нужно смахнуть и что-то делать каждому. Засунуть это сопереживание, что-то сделать, сказать против войны, выйти на улицу, призвать, остановить, не выходить на госслужбу, еще что-то. Каждый должен сделать. То есть, вот украинские чувства, совершенно понятно, но нельзя россиянину вот это сейчас делать, чувствуя вины на себя, а нужно бороться с Путиным. Нужно бороться с Путиным, как мне кажется. В том, что происходит страшная трагедия, в том, что Путин совершил ужасающее преступление. Мы абсолютно согласны, здесь нам не о чем спорить. Но мы считаем, что россияне, россияне, как в целом, как народ, еще могут избежать коллективной ответственности и коллективной вины, если они сейчас смогут Путину что-то противопоставить. И мы к этому всех россиян призываем. Спасибо Дмитрию Гордону, нашему гостю. Дмитрий, спасибо за ваше время. Мы будем продолжать наш эфир. Леонид Волков, Иван Жданов, в студии канала «Популярная политика». Говорим про происходящее на войне, которую Путин развязал против народа Украины.